Друзья, всем привет! Сегодня я хочу с вами рассмотреть и изучить CSS-фильтры. Почему? Дело в том, что они отлично себя чувствуют во всех браузерах современных, и поддержка у них очень высокая, поэтому вы должны знать о таком инструменте, вы должны уметь им пользоваться и должны вспоминать о них в нужный момент времени, когда вы будете сталкиваться с подобными какими-то моментами на макетах, и потом их спокойненько себе применять и чувствовать себя кайфово. Значит, что нам понадобится для того, чтобы запустилась вечеринка, и для того, чтобы мы смогли с вами рассмотреть эту тему? Первое, что нам нужно, это создать какой-то... Три картинки я буду использовать, я их просто продублирую, напишу какой-нибудь div с классом grid, и внутри вставлю три картинки. images, slash, первая, и, значит, вторая и третья. Только первая у меня jpeg, вторая png, третья png. Вот так. Ты нам не нужна. Вот здесь у нас три, вот здесь у нас два. Вот. То есть три простых картинки я взял, скачал с интернета, вы тоже можете скачать любые, но фильтра у нас больше, чем три. Давайте сделаем... Продублируем несколько раз. Пусть будет 12 картинок. 12 картинок. Ну, примерно это все выглядит вот таким вот образом. Так. А вот тут ошибочка у меня. Вот так вот. png, потому что одна картиночка не подгрузилась. Вот. Вот такое. Только так вам будет не очень прикольно работать. Давайте наведем порядок. То есть мы откроем файл style.css и напишем точка grid. Зададим какую-то ширину, допустим, 1300 по x. Поставим это все по центру. Maginol Auto. Напишем display grid. Напишет grid template column. Repeat 3 штуки по 1 фр. И сделаем какой-нибудь gap 30 по x. Вот. Вот такое у нас будет просто полотно. И мы сейчас с каждой картинки будем применять разные CSS фильтры. Обсуждать нафига, что и так далее. И где это может применяться. Наливайте себе чего-нибудь. Так. Как мы будем обращаться к картинкам? Давайте я не буду придумывать им никакие классы. Это у нас экспериментальная, скажем так, работа. Поэтому я просто вот так вот продублирую. Здесь у нас будет 1. Обращение к первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому. Ну, там потом дальше сделаем и остальных. Значит, первый CSS фильтр, с которым вы 100% уже знакомы. Например, вы смотрели мою предыдущую работу, там, где мы верстали с вами, сабсерф. Там мы использовали, по-моему, CSS фильтр. Я точно не помню, использовали или нет. Но вроде бы что-то там такое было. Или в другой какой-то работе. Короче, фильтр. Для того, чтобы его использовать, мы пишем фильтр. Gray, scale. И здесь мы можем задать, например, 1. И тогда наша картинка полностью станет черно-белой. Видите? То есть, как будто это, короче, какая-то старая фотка. Сфоткали, вот оно черно-белое. Цвет их не было. Вот, пожалуйста. Или распечатайте на принтере цветную картинку на черно-белом принтере. Получите вот такую вот штуку. То есть, что такое фильтр? Ну, вообще, в жизни, да, я вообще не фотограф. Но, когда обрабатываются фотографии, можно разные фильтры накладывать на фотки. Там, типа, чтобы она была серой и так далее. Мы сейчас разные рассмотрим. Или, возможно, на объектив что-то можно прикрепить. Там что-то меняется. Точно так же сейчас уже можно это делать и в верстке. Вы можете спросить, зачем, если там, типа, можно сделать в каком-то графическом редакторе, а в верстку вставить уже готовую картинку. Нам иногда нужно, чтобы фильтры применялись при ховере, при какой-то анимации. Потому что анимация с ними успешно работает. Также иногда нужно показать там какой-то переход, эффект от и чем заканчивается. Поэтому фильтры нам нужны. Плюс есть такая примечательность, что когда мы используем фильтр, то много браузеров используют уже не обычные, как бы, свои графические возможности, а дополнительные там с аппаратным ускорением и так далее. То есть это будет легче считываться браузером. Браузеру будет это легче обрабатывать и, соответственно, он будет там быстрее это выдавать с аналогичным свойством. Но об этом в конце мы с вами поговорим. Короче, это известная штука. У Grayscale есть значение от 0 до 1. То есть 0 это вообще ничего не будет. Единица это максимально черно-белая фотка. Можно поставить, например, 0.5 и она будет как бы наполовинку. То есть мы видим, что цвета уменьшилось количество цветов. То есть если 0.1, то они практически есть. 0.8, например, то вот еле-еле цвет. Ну, короче, фотик, который в те времена стоил миллионы, наверное. Окей, это Grayscale. Это все о нем знают. Это, в общем, понятная история. Но уже следующие фильтры встречаются реже, скажем так, в практике, но иногда. То есть если Grayscale это у нас некий серый оттенок, потому что там черный и серый цвета, то есть у нас еще такая штука, которая называется Sepia. И если мы поставим 1, это будет максимальный эффект Sepia, то у нас картинка будет вот как будто этого гидроцикла сфоткали там давным-давно, да. Там фотки проходили разные свои итерации в пути к великому светлому будущему. Фот как на айфонах. То были фотки там, но если сюда какие-то лица или вставить, то оно такое, типа, да. Короче, коричневатая. Коричневатая. И вот этот эффект Sepia мы можем даже, например, вот здесь закомментировать и применить вот эту Sepia к дереву, да. Ну, как будто, типа, чувак фоткал природу, но у него фотик фоткал коричневым, да. В каких случаях это может примениться? Например, я встречал это, когда, вот, знаете, там в какой-то момент появились такие, типа, приложения модные, что мы сделаем вашу, типа, черно-белую фотку адекватной, или вашу коричневую фотку мы наполним цветами, и вы посмотрите, как выглядели там фотки, короче, старых каких-то времен. То, соответственно, вы можете там делать разный эффект, типа, была Sepia, при наведении стало нормально. Или там ползунок, который будет перетягивать, и мы видим одну фотографию, потом видим вторую. То есть, нет смысла подгружать в тверстку много фотографий, типа, и такую, и такую, и такую. Есть смысл это делать с помощью фильтров. Вот, то есть, есть Sepia. Окей. Также, помимо этого всего, и Sepia, и, то есть, коричневого, и серого, у нас есть еще там, например, яркость и контрастность. Вот, например, фильтр у нас, который отвечает, Brightness отвечает за яркость. То есть, если мы поставим, например, 1 для вот этого чувака, то это, ну, это изменилось, ничего не станет, потому что единица, это вот как бы стандартное значение. Вот, но мы можем поставить 2, и он уже будет, типа, в 2 раза ярче. Ну, и, соответственно, цвета становятся в 2 раза ярче, это видоизменяет как-то картинку, и это можно играть. Здесь применяются и дробные значения, типа, 1,5 яркости. Ну, короче, и точно так же применяется, например, и значение 0,5 яркости. Ну, как бы, меньше яркости, да. Вот, по поводу, опять же, той же меньше яркости, или по поводу вот сейчас следующего, это контрастность. Давайте, фильтр, контраст. Вот по поводу контрастности. Вот если мы возьмем 1, то у нас это стандартное значение. А ежели мы возьмем, например, 0,5, то, видите, фотка, как бы, она, ну, как будто она теряет свои жизненные силы, и у нее падает, короче, энергия. Ну, и цвета, они такие становятся, в общем, совершенно неяркими. Или если мы можем изменить, например, 1,5, это будет, типа, перебор. Ну, в зависимости, конечно, от какой фотографии, то контрастность, типа, фотка, вот если сравнить эту с этой, то это такая более насыщенная. Соответственно, это может применяться в разных там случаях, типа, было скучное лицо, стало нескучное лицо после наших витаминок. Я не знаю, какие сайты могут попадаться, да. А по поводу вот этой фотки, которая у нас отвечает за яркость, иногда нам нужно, например, на фон налупашить, ну, типа, некий оверлей, да, какую-то полупрозрачную черную пленку, чтобы что-то было там где-то, например, чтобы, ну, типа, чтобы белый текст был более хорошо виден или еще что-то такое. Соответственно, в некоторых случаях не нужно там использовать позицион абсолют, кого-то на кого-то натягивать, а можно использовать вот такие вот фильтра. Ну, и по поводу контрастности цветов точно такая же история. То есть, вот, оно может сделать какую-то фотку более контрастной, типа, вы потом будете верстать сайт для какого-то мобильного приложения, которое делает ваши фотки суперкрутыми, и там вы можете показывать эффект перехода от такого до такого-то. Ну, то есть, сейчас Миршиш, он любитель всяких приложений, технологий и так далее, и так далее. Поэтому, ну, вот такая история. Вот. Давайте двинемся с вами дальше и посмотрим, что нас ждет в светлом будущем под номером 5. Значит, мне нравится и особенно прикольно будет, сейчас посмотрим, как это будет на гидроцикле, то есть, есть такой, типа, инверсия цвета. Фильтр. Так. Фильтр. Инверт. Инверт. Здесь тоже значение, короче, если один, это будет, типа, максимальная инверсия цвета, то есть, цвета меняются на противоположные. Соответственно, он был там какой-то такой, типа, бирюзовый, я не знаю, стал коричневым, оранжевый стал синим, черный стал вот таким. В принципе, это, есть такое, короче, то, опять же, это немного связано там с фотографией и так далее. Есть история, что это, ну, как негатив, да, типа, пленочка, там, негатив, и оно вот такое получается. Соответственно, это тоже может быть дизайнером где-то придумано, как-то нарисовано, что-то переделано, и, соответственно, ну, получается, вот вам нужно продемонстрировать переход, потому что ховеры там прекрасно с этим всем работаются. Или, ну, где-то изменить какие-то цвета. События могут быть абсолютно разными. Ну, например, опять же, по поводу вот этих яркостей и контрастности цвета, да, то есть делаете вы сайт для каких-то чуваков, которые, там, полируют автомобили, да, и, соответственно, вы показываете, как автомобиль был вот таким, вот такого цвета, потом его, как бы, там все натерли, и появились дырки. И появилось, как бы, уже более яркий цвет, да, соответственно, применяется для этих случаев. То есть, как бы, на самом-то деле случаев может быть много, и я не призываю вас там супербыстро запоминать все вот эти фильтры, которые существуют. Вы просто должны помнить, что есть такая штука фильтр. Помните, что если вы напишите фильтр, то она вам начнет подсказывать. И, если что, вспомнить, что зашли на канал Вадоса, а вы же-то подписаны, правильно? То есть вы подписаны, у вас колокольчик стоит, и вы такие вспомнили. Так, фильтр, мне тут вот как раз макет, вот он как раз попался. Сейчас я зайду себе, посмотрю и напомню себе всю информацию. А вы-то подписаны, и все, легко, да, найти нужный видос у меня на канале. То ли дело, если они подписаны, то да-да, а так вообще изи. По поводу, значит, инверсии цветов, оно тоже не обязательно должна быть единичка, можно, а нет, тут, видите, половинка, получится вот что-то такое, кстати. Вот, очень-очень интересно. Ну, я знаю, типа 0 это без инверсии, вот, а, соответственно, единичка это максимальная у нас инверсия. И вообще оно должно как-то меняться, может быть, это так с картинкой как-то совпало. Ну, например, точка 8. Ну, да, видите, то есть, точка 5, это я прям как-то подугадал под что-то. Потому что, вот, точка 3, ну, то есть, происходят какие-то где-то, что затемнение, цвет начинает переходить в какие-то другие свои штуки, плюс, опять же, там какая-то медицинская тематика, там тоже что-то может быть, типа, скелет, и как негатив фотки, и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. Есть. Значит, это у нас по поводу инверсии, точно так же у нас еще есть, знаете, в мониторах есть там разная настройка, контраст, яркость, а есть насыщенность. Вот, следующий фильтр отвечает за насыщенность, поэтому мы пишем фильтр, вот, saturate и насыщенность. То есть, например, 1.5, это, как бы, 150%. Видите, цвета, они не вот так, как яркость, да, что оно прям, они вот становятся более насыщенными, возможно, мы можем даже посмотреть, вот, например, как это выглядит на соседнем дереве. Это очень интересно. Соседнее дерево у нас. Вот, видите, то есть, опять же, видно, как, что вот один эффект, вот второй эффект, вот третий, и они все немножечко между собой разные, да. Вот, вот, как-то так, вот, как-то так. Хорошо, давайте мы это вот сейчас уберем. И окейушки. Значит, смотрите, как бы, заключающим будет сейчас определенный фильтр. Перед чем заключающим? Следующим я покажу вам. Там, где вот фильтры прям круче, чем обычные CSS-свойства, потому что иногда совпадает. Есть такой фильтр, например, Opacity, и есть фильтр, фильтр Opacity, свойства Opacity. Точно так же есть Box Shadow тень, и есть Drop Shadow, фильтр, Drop Shadow. Значит, последнее свойство, это свойство, которое называется, вот, фильтр. Это мы будем применять, значит, его к дереву, получается. Здесь пишем Hue Rotate. Hue Rotate, то есть, это у нас будет, короче, некий поворот по цветовой палитре, круглой, и оно задается в градусах. Ну, градусы у нас это Dec, то есть, например, 90 Dec. Сейчас объясню. То есть, я задал, мы смотрим на дерево, и мы видим, что цвета изменились на какие-то, на другие цвета изменились, да? Точно так же мы видим, например, если я здесь напишу 180, или сколько я там написал? 100. 180 Dec. То цвета еще на какие-то другие изменятся. Или, например, там, 270 Dec. Вот они еще изменились. То есть, они какие-то становятся странненькими, но другими. Что это такое? Есть, ну, наверняка вы где-то видели, либо в Photoshop, либо в Figma. Иногда цвета изображаются в виде вот такой вот круглой истории. И, соответственно, вот у нас есть, например, вот это дерево, ну, вот это, типа, фотка природы. И мы здесь видим определенные цвета. То есть, там, типа, синий, белый, зеленый, коричневый. Вот разные цвета. Их там есть какое-то количество штук. И вот эти все цвета, они, как бы, мнимо расставлены вот здесь на палитре. Ну, тут предоставлено, типа, 4 цвета на этой палитре. Ну, у нас там их больше. Соответственно, вот есть разные точки. Вот сколько цветов на дереве? Допустим, 10. Соответственно, здесь будет 10 точек, и они вот так вот расставлены. И когда мы берем hue rotate, например, там, 90 градусов, 180 или, там, 270, то вот как раз на вот это количество градусов, оно поворачивается. То есть, вот эта единичка, она, если на 180 градусов повернется, то она будет вот здесь. Видите? Да, то есть, единичка ставит троечка. То есть, был, типа, что-то синего, а станет что-то, типа, оранжевого. Ну, там, такое. И точечка, там, двоечка была синя-фиолетовая, станет желто-зеленой. А четверочка наоборот. Там 270 градусов, это другой градус, там, 90. То есть, вот где-то вот здесь, например, для единички, где-то вот здесь 90, вот она станет что-то таким. Там, и 360, это она вернется на свое место. То есть, вот такая вот, чтобы вы понимали модель, как это работает. Ну, это прикольно. Например, можно это лицезреть. Например, если, вот смотрите, это у нас получается седьмая. Давайте я вот так вот скопирую ее. Уберу отсюда вот этот фильтр. Здесь напишу двоеточие ховер. Двоеточие ховер. И, соответственно, а здесь напишу transition duration, чтобы замедлить. Например, там, 1.5 секунд. Получается, что у нас было вот нормальное дерево. Нормальное дерево. А теперь мы наводим, и у него вот так вот меняются цвета, как будто оно какое-то типа, ну, накуренное дерево. Я не знаю. Я когда-то играл игру. Вот, смотрите, да, и цвета вот так вот меняются. Мы можем это все дело зациклить, да, чтобы оно вот так вот бесконечно, бесконечно кружилось. То есть, 360, и оно вот так вот там выставит 360, там выставит типа бесконечное повторение. И оно будет вот постоянно так меняться. Можно это так оставить. Не обязательно это сделать типа при ховере. И это вот какой-то такой эффект. Не знаю, что может выдавать такой эффект. Играл я как-то в Far Cry, там был, весь экран становится вот таким. Все меняется, ты проходишь какую-то миссию. Там типа там тантра какая-то, что-то он подышал. Соответственно, ну вот, мало ли, да, как говорится. Вот, и, соответственно, все возвращается и так далее. Окей? Окей. Как раз про вот эти цветовые иллюзии вспомнил следующий фильтр, который называется у нас Blur. Blur, и, соответственно, Blur задается в пикселях. Blur это размытие. Ну, например, 5px. И мы увидим, что изображение нашего гидроцикла, вот оно, видите, стало нечетким. Чем меньше Blur, то есть 2px размытие, вот такое размытие, да. Там, соответственно, чем больше, тем больше размытие. Там 10, 20px, оно вообще, чувака, как бы вот 30px. Ну, а размытие максимальное. И, соответственно, это может использоваться, например, на каких-то сайтах, там, где продаются очки. Что вот, типа, вот такое изображение, вы одеваете наши линзы или наши очки, и изображение там становится таким. То есть при Hoverry вы можете делать, что при Hoverry оно меняется, или при каком-то там линии, которая вот часть картинки так, потом так, ну, то есть происходит, да. Blur, ну, такой распространенный фильтр, может применяться и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Хорошо, друзья. Значит, перед тем, как мы перейдем уже с вами к еще мощным, двумощным, супермощным этим CSS-фильтрам, я вам хочу сказать, что скоро стартует мой курс по верстке от нуля до единицы, там, где я накладываю на вас специальный фильтр, и вы через 8 недель становитесь верстальщиком. То есть магия, магия, волшебство. Я даю вам знания, домашнее задание, вы работаете, проверка домашек, я на Телефисментором, ментор проверяет, показывает. В общем, мы проходим такой весь путь от нуля до единицы, то есть от самого начала, от самых базовых терминов до того, что вы берете, просто верстаете сайты абсолютно разной сложности, набираетесь опыта, умеете верстать интернет-магазины, то, что любят, например, там, в IT-компаниях, когда вы пришли, то я знаю, типа, как верстать интернет-магазины, и хлебные крошки, и погинации, и карточки товара, и все-все-все-все-все. То есть, грубо говоря, вы приходите, много работаете, 8 недель, курс у нас онлайн, работаем, 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 пашем, кипятимся, да, там 8 недель проходит, значит, я нажимаю обновить страницу, и все, и вы такие, я знаю верстку. Короче, переходите по ссылке в описании, сайт fromnowtoone.com.ua, значит, сейчас у нас старт 18 июля, всегда вы можете перейти на сайт, посмотреть, какого числа будет старт, вы можете здесь задать мне вопрос, если вам что-то интересует, а так вы можете здесь все посмотреть, то есть, как проходит обучение, какие уроки, что, точно так же вы можете посмотреть программу, вы можете посмотреть, что у вас получится, можете посмотреть стоимость и так далее. В общем, если уже все-таки решили психануть и, так сказать, пройти этот путь от начала до конца, welcome, я там максимально подробно все рассказываю и объясняю с юморком, шуточками, в общем, как вы это любите, так, чтобы это было максимально эффективно. А все, дальше продолжаем работать. Хорошо, это мы с вами прошли, вот получается вот такое вот количество фильтров, вот их уже 8 штук. То есть, какие-то применяются чаще верстки, а какие-то применяются реже верстки. Давайте я сделаю еще тут парочку, типа 10, 11, ну там посмотрим. Значит, какие-то чаще, какие-то реже верстки, ну, в общем, по-всякому бывает у нас. Главное, что вы должны знать, что такое есть, и вспомнить, где вы можете это найти, и как вы можете с этим работать. Хорошо, следующий фильтр, который у нас есть, это фильтр, который называется opacity. То есть, мы можем взять, вот у нас картинка номер 9, это у нас вот этот вот лис, да, и мы можем написать фильтр opacity, ну и, соответственно, 1, это максимальная прозрачность. Прозрачность, тихо, что-то не так, точка 5, вот, 0, это у нас, 0, это у нас максимальная, типа 100% прозрачность, а 1, это 100%, а не прозрачность. Если мы хотим, чтобы было у нас 10%, то это, например, 0.9, вот. То есть, он чуть-чуть становится прозрачненьким, он здесь там, восьмерочка, он чуть-чуть, еще больше прозрачненьким, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, в чем прикол фильтра opacity от просто свойства, которые у нас существуют opacity. Значит, прикол здесь заключается в том, что, когда мы используем фильтр, то подключается, как бы, аппаратное ускорение браузера, и он задействует дополнительные механизмы для обработки вот этой вот, то есть, всей штуки. Я там сильно не копал, но, по идее, то есть, если так, то он себе берет только процесс, силушки процессора, а так он может подрубить силушки видеокаты. Соответственно, нагрузка перераспределяется, браузеру намного легче обрабатывать вашу страницу. Поэтому, это просто вот особенность. Чем отличается? Вот этим отличается, если мы говорим по поводу opacity. А вот если мы будем с вами рассматривать тень, давайте тень будем рассматривать, например, на примере гидроцикла вот этого, да. Давайте мы от гидроцикла под номером 11. Под номером 11, вот он, давайте я еще продублирую, чтобы он еще был под номером 12. Так мне просто будет легче вам показать то, что я имею в виду. Так, представьте себе гидроцикл. Значит, это картиночка PNG, да, PNG. И вы хотите ему задать тень. И вы знаете, что тень можно задать благодаря такому свойству, которое называется box shadow. И здесь вы можете указать там типа смещение 10px по оси горизонтальной, 10px по оси самой вертикальной. Дальше вы можете указать размытие этой тени, допустим, там 5px. И цвет этой тени, то есть там типа, допустим, решетка 0, 0, 0. Соответственно, вы обновляете страницу, и вот наш гидроцикл, и вот у него вот эта тень появилась, да. То есть хоть и картинка PNG, все равно оно берет вот все вот так вот. То есть всю ее ширину, оно не вокруг гидрача, это все делает, эту тень, а вот так. Ну, то есть это box shadow, да, такие особенности. Все это знают, как бы ничего нового. Но ежели мы будем использовать фильтр, типа box shadow, но он называется drop shadow. И здесь укажем, ну, например, все то же самое, но только без точки с запятой. Здесь все точно так же, типа 10 горизонтально, 10 вертикально, 5 размытие, цвет. Единственное, что у, знаете, есть внутренняя тень, внешняя тень, то тут только внешняя тень бывает у дропа. Хоп, и мы видим, что тень применилась конкретно к гидроциклу. То есть не к вот этой части, да, а конкретно к изображению. И это просто фантастика, то есть это то, что, давайте сделаем там, например, 10 размытия. Вот, и давайте зададим какой-то синенький цвет. Вот, и он такой неоном светится. Соответственно, вот в чем разница. Ну, их две ключевые. Первое. Для отрисовки Box Shadow используются стандартные штуки. Для Drop Shadow, опять же, аппаратное ускорение. Соответственно, это все происходит быстрее и легче для браузера. Это плюс. И второе. Это то, что мы можем конкретно вот картинку вот таким вот образом разукрасить. То есть две одинаковые картинки, а эффект совершенно разный. Этот как бы немножечко ублюдский, а этот вот прям красиво. И мало того, я вам еще хочу сказать, что этот Drop Shadow, он же применяется не только к картинке, он и к тексту может применяться. То есть вы можете что-то напечатать, применить, и там будет там неоновая подсветочка у текста и так далее, и так далее. Вот. То есть я считаю, ну, как бы вот такие два ключевых, мощных различия. И, как по мне, очень даже прикольно. Очень даже прикольно. Так. Хорошо. Хорошо. Я вам почти все рассказал. Почти все рассказал. Давайте еще вот здесь вместо... Ну, пусть будет пустая дерево. Нет. Или потом применим дерево. К 12. Вот 12. Вот у нас Firefox. Это, конечно, да, работать в Хроме, короче, и там открывать логотип Firefox. Это ужасно. Это нарушение всех, короче, закон международного вершточного права и международных браузеров. Какие мы с вами рискованные. Короче, фильтры, фильтры, они могут применяться и... Короче, можно к одному изображению применить несколько фильтров. Например, я хочу сделать какой-то HuRotate 90... Дег. 90... 90 дег для вот этого. Для лысеныша. Чего? А, к 13-му. К 13-му. Вот, видите, да? И, например, я еще могу добавить немножечко контрастности. Например, Saturate 2. Вот. Видите? То есть, можно применять к одному... Прикольно получилось. Можно применять к одному какому-то элементу, изображению. Можно применять несколько фильтров. Тут можно и третий еще фильтр сюда дофигачить. Например, Drop Shadow. Вот. Да? Вообще. Я считаю, что это нужно... Мазили мне как бы предоставить эту работу. И они скажут, ну, это прям... Это то, что нужно. Это очень красиво, скажут. Единственный нюанс, который вы должны учитывать, что оно применяется одно на другое. Да? То есть... То есть, если у меня идет... У картинки Grayscale. Например, единичка. Вот она стала полностью черно-белой. Вот. И дальше я хочу применить к ней какую-то там насыщенность, яркость или еще что-то. Да? Там контрастность. то оно уже будет применяться к... Не-не-не-не. Не вот так. А вот так. Там, например, 1.5. То оно... Это уже Saturate будет применяться к Grayscale. Да? То есть, уже к вот такой картинке. А потом какое-то следующее свойство, которое сюда будет применяться уже к этой картинке. То есть, фильтр накладывает, уже изменяет другой фильтр. А не изменяет первоначальную картинку. Вот. Ну, что-то там чуть-чуть высветлилось, как бы... Это черно-белое там. Фиг их пойми. Что у них происходит. Да? Вот. Но вы должны понимать, что если вам нужно использовать там несколько фильтров, то, пожалуйста, луп-луп-луп через пробел. Все красивенько. Все записывается. Все работает. Все как должно быть. Все хорошо. То есть, друзья, давайте подразумеваем. Значит, у нас есть тема CSS-фильтров. Они отлично работают себе в подавляющем большинстве брау. Короче, мы можем это смело юзать. Нам допускал больше, чем достаточно. Для нас открывается набор определенных инструментов, которые мы можем использовать в разных случаях жизни. Эти случаи, они как бы неведомо тогда с нами. Они случатся. Это дизайнер там что-то нарисует, там мы уже думаем, как это лучше всего сделать, чтобы оно работало и максимально передавало то, что он задумал. Это расширяет наш функционал, наши возможности. Мы можем там придумывать разные штуки. Как это обиграть. Там на каких-то сайтах полировок машин, очков. Ну, что угодно, что угодно. Какие-то подсветочки, тенюшечки. Ну, в общем, опять же, для автомобилей. Там неоны. Ну, то есть, тачку можно влупить, и уже неон там ей такой задать. Короче, что угодно, да. Короче, у нас расширяется возможность. А если у нас есть больше возможностей, мы можем творить круче вещи, становиться более профессиональными. Значит, помните, что это есть. Помните, что так можно сделать. Если что, прибегайте к видосу, смотрите, лезьте в документацию, вспоминайте это, используйте. Все полезные ссылки по поводу курса поверстки будут в описании под видео. Если вы хотите вот все, что я тут наваял, это, как всегда, лежит на моем Патреоне. Ссылочка тоже там находится. Всем спасибо за внимание. Увидимся. Всем пока.